привет с вами сладкая жизнь и я кирилл готовцев сегодня у нас на кухне ягода которые есть на грядке практически любого садовода я думаю вы догадались это клубника сегодня мы готовим клубничные чипсы аккуратно сдвигаем ее на решетку и отправляем ее сушиться в предварительно нагретую духовку надолго часа на 3 а то и на 4 вареники с клубникой на кефире вот они у меня всплыли я немножко жду чтобы увидеть что они сварились можно доставать буквально пару минут мы начинаем с чипсов из клубники для этого нам понадобится собственно клубника ну и сахарная пудра для того чтобы все получилось надо сначала порезать клубнику максимально тонкими ломтиками практически пластинками для этого вам обязательно нужен очень очень хороший нож плохим и тупым ножом ничего не получится от слова вообще я на самом деле могу порезать еще тоньше но мне кажется что это будет уже не очень вкусно это будет уже не клубничные чипсы а клубничная бумага а бумага это не наш выбор клубникой мы по привычке зовем крупноплодную садовую землянику клубника как таковая появилась только в 18 веке в европе как гибрид при скрещивании двух разных дикорастущих видов земляники чилийской и виргинской клубника культура неприхотливая растущая на любой почве кроме песчаный и чрезмерно заболоченный большинство сортов клубники предпочитают открытые солнце участки лучшие предшественники клубники кукуруза бобовые чеснок лук свекла и морковь не рекомендуется сажать клубнику после малины картофеля капусты кабачков и огурцов на одном участке клубнику культивируют три-четыре года затем качество урожая существенно снижается в зависимости от региона клубника зацветает в мае а плодоносит середины июня до середины июля ремонтатные цветущие несколько раз в год сорта отличает волнообразное плодоношение средней полосе россии с таких кустов можно собрать два и даже три полноценных урожая клубники нарезая клубнику прикидывайте сколько площади на у вас займет нам надо будет разложить ее на пергаменте ровно в один слой иначе она не высушится проверим что у нас получилось клубничные чипсы можно использовать по-разному их можно положить мёсли есть самостоятельно кривы быстрая сладость или украсить ими например какой-нибудь красивый десерт но вот как видите трех клубничин хватает примерно на половину стандартного пергаментного листа так что если планируете в принципе больше шести-семи ягод можете на чипсы не откладывать за один раз духовку нам надо предварительно разогреть до 100 градусов не больше и не меньше теперь присыпем клубнику небольшим количеством сахарной пудры аккуратно сдвигаем ее на решетку и отправляем ее сушиться в предварительно нагретую духовку надолго часа на три а то и на четыре пока наши чипсы готовятся мы займемся варениками с клубникой вареники у нас будут особенно и тесто будет на кефире мы берем форму и насыпаем в нее два с половиной стакана муки муку мы обязательно просеиваем когда вы просеиваете муку она насыщается кислородом и начинает подходить существенно лучше если у вас нету специальной сил можно просеять через обычная сеть в муку для большей пышности мы добавляем примерно половину чайной ложки соды а так вот с горкой чтобы получилось три четверти перемешиваем и сюда же добавляем соли примерно треть чайной ложки перемешиваем и добавляем сюда один стакан кефира есть хитрость кефир для теста должен быть чуть-чуть теплый если его только недавно достали из холодильник можно его например погреть в микроволновке вливаем его в середину и начинаем перемешивать сначала ложкой а потом и руками возможно вам понадобится добавить еще муки или еще кефира нюансы тесто на кефире тесто на кефире лучше не замораживать если вы хотите ваши вареники заморозить лучше сделайте более традиционное тесто эти вареники надо готовить сразу как только вы их слепили как у любой нормальное тесто тесто на кефире надо очень тщательно вымесить сначала она будет липнуть к рукам потом постепенно начнется от него отлипать это значит что она практически готова никогда не начинайте докладывать в него еще еще муки дожидаясь что она начнет отлипать от рук само без вымешивания вас получится очень жестко совершенно невкусное тесто вымешивание вот секрет хорошего вкусного эластичного теста а пока я вымешиваю тесто я вам советую посмотреть разговор против клубнику с диетологом клубника не просто вкусная ягода это прекрасное лекарство которое дала сама природа она обладает уникальными пищевыми и целебными свойствами а клубники чем и кому она полезна а кому противопоказано расскажет диетолог марина сергеенко польза этой ягоды она неоценима по сравнению с другими она и как противоонкологическое свойство имеет и противосклеротическое свойство то есть полезные при сердечно-сосудистых заболеваниях и входит состав диет при онкологических заболеваниях входит в состав всевозможных диеты как детоксическое свойство то есть свойство детокс как раз дает с помощью Добавление в состав коктейлей, в смузи, в клубники. Мало того, очень полезна она и для кожи, потому что ее отбеливающее свойство помогает избавиться от пигментных пятен. Прекрасно влияет на состояние волос. Можно делать маски из клубники. Для волос это яйцо, взбить клубникой. Пожалуйста, наносите. Великолепное свойство для улучшения качества. И, конечно же, наши прекрасные маски для лица и рук тоже. Любой крем. Добавляйте измельченную клубнику, и вы поймете эффект. То есть ваша кожа молодая, ваша кожа светящаяся, нет пигментных пятен. Суточная норма. Достаточно 100-120 грамм в день. Это для взрослого человека, потому что, опять же, это низкокалорийный продукт. И он прекрасен, особенно в период созревания, когда он спелый, полезный. А для детей, конечно, тут достаточно 2 столовые ложки в день, 1-2, не более. Потому что, опять же, смотреть на реакцию ребенка, все-таки это аллерген. Какие можно делать замечательные блюзды из клубники, мы все тоже знаем. Она прекрасна и в смузи, и компот из нее, и всевозможные запеканки можно ее тоже добавлять. Конечно, в виде пюре, как заправку для салата даже можно ее использовать. Что касается заготовок, опять же, мы промываем ягоды, просушиваем на бумажном полотенце и укладываем в порционные пакеты, чтобы зимой наслаждаться ягодами. Клубника невероятно полезная ягода. Опять же, она разрастает в нашем регионе, она нам, понятно, генетически. Наш организм ее положительно воспринимает. Но при всем ее великолепии витаминов А, В, С, фолиевой кислоты, пектинов, железа, все, что в ней содержится, к сожалению, это аллерген. Поэтому людям, в первую очередь, склонным к аллергическим реакциям, нужно обратить внимание на то, что если вы собираете клубнику, обязательно ее промойте. Потому что на ней накапливается кольца, который как раз является аллергеном. И лучше всего отдать ее кипятком. Так как клубника содержит большое количество органических кислот, она может вызвать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. Противопоказания употребления клубники – это, конечно, заболевания желудочно-кишечного тракта. То есть при воспалительных заболеваниях слизистой желудка и кишечника лучше употреблять ягоды клубники после еды. Вот такое вот одновременно очень мягкое, но при этом очень эластичное, абсолютно не липкое тесто у нас получилось. Теперь мы его заворачиваем в бумагу. Мы это делаем для того, чтобы она не подсохла. И быстро подготавливаем клубнику. Если в прошлый раз мы клубнику резали тонкими слайсами, то теперь нам нужно нарезать ее кубиками. Тут есть тонкость. Если мы нарежем ее очень крупными кубиками, то клубника не прогреется. А если мы нарежем очень мелкими кубиками, то она даст очень много сок. Поэтому все надо делать в данном случае в меру. Я люблю кубики размером примерно с 2 большие горошины. Вот такие вот. На один вареник будет уходить примерно 2, ну, может быть, 3 таких кусочка. Соответственно, рассчитывайте объем. Опять же, хитрость. Очень многие советуют посыпать клубнику крахмалом, чтобы сок не тек. Если честно, я чудовищно не люблю вкус крахмала в варениках. Если вы присыпите клубнику самой простой мукой, ничего плохого с ней не произойдет. она точно так же заварится и точно так же будет меньше течь. А вот этого привкуса странного у вас не будет. Но, опять же, это вопрос, кому что нравится. Ну, еще одну клубничку, и можно будет приступать. Как я и говорил, присыпаем клубнику мукой. Встряхиваем. Она прямо немножко обсыпалась ей. Ну что, начнем лепить? Перед тем, как лепить вареники, я сразу поставлю воду на огонь. Потому что мы сразу начнем их готовить. Поскольку воды у нас много, то кипяток будет готовиться некоторое время. Воду немного посолить. Тесто отлежалось и стало уже совсем-совсем мягким. Достаем где-то с женский кулак. Сначала на ладони разминаем лепешку. А потом раскатываем его. Если тесто у вас получилось правильно, то никакой мукой его присыпать не надо. Она и так прекрасно отлипает. У вареников тесто другое, чем у пельменей. Его не надо раскатывать. Очень тонко. Оно должно получиться мягким, таким воздушным, нежным. Поэтому мы его раскатываем неизбыточно. Кстати, тут есть две разные стратегии. Кто-то любит взять, сделать маленькие шарики, каждый шарик раскатывать отдельно и в него заворачивать. А кто-то любит раскатать целый пласт, нарезать стаканом. Наш сегодня главный герой – это стакан. И уже из этих кружков лепить. Это на самом деле зависит от того, насколько вы умеете красиво раскатывать. Потому что, если вы можете раскатать стаканом такую тонкую и красивую ровную лепешку, если хотите, если вы умеете делать пиццу, то вы можете, как пицца Йоула, прямо натянуть тесто. Я буду раскатывать. Еще раз напоминаю, не очень тонко. Если вы раскатаете очень тонко, то сок, который находится внутри клубники, он промочит ваше тесто, начнет вытекать. Ну, вот достаточно. Смотрите, видите, у меня достаточно толстое тесто. Не знаю, миллиметр, наверное, толщиной. Может, даже чуть больше. Берем стакан и нарезаем круги. Оставшееся тесто снимаем, закатываем, кладем в старую. Если вам кажется, что получившийся кружок слишком толстый, а мне сейчас кажется, именно так, можно его еще немножко раскатать. теперь кладем в него пол чайной ложки сахара. На чайную ложку кладем, ну, давайте положим три куска клубники и аккуратно его заворачиваем. Смотрите, поскольку у меня клубника сухая, то у меня нет никакой проблемы с его защипыванием. Потому что у меня нет внутри никакого сока. Теперь, для красоты, вы можете слепить косынку, если вы умеете. Я, например, не умею. А если нет, вы можете сделать красивый рубчик вилкой. Берем вилку. Делаем вот такой красивый рубчик. Откладываем наш вареник и начинаем быстро обрабатывать точно таким же образом все оставшиеся кружки. как я уже говорил, вареники на кефирном тесте надо варить сразу, как только вы их приготовили. Вот я слепил десяток и я их отправляю в кипящую воду. Радикальное отличие вареников от пельменей состоит в том, что начинка в варениках никогда не готовится. В них готовится только тесто. Поэтому они готовятся существенно быстрее. вот они у меня всплыли. Я немножко жду, чтобы увидеть, что они сварились. Можно доставать буквально пару минут. Субтитры подогнал «Симон» Вареники можно есть с маслом, со сметаной, просто с сахарной пудрой. Вот так буквально за 10 минут наши вареники готовы. Не просто готовы. Готовы совершенно волшебно. Муку просеять, добавить пол чайной ложки соды, посолить, добавить один стакан кефира комнатной температуры, перемешать и замесить тесто, завернуть тесто в пергаментную бумагу и отложить. Клубнику промыть, нарезать небольшими кубиками, присыпать мукой через сито. Раскатать тесто, стаканом вырезать кружки, положить в центр каждого кружка начинку и залепить. Положить вареники в кипящую подсоленную воду. После того, как вареники всплывут, варить еще две-три минуты. Отлично! Теперь проверим, как поживают наши чипсы. Наши чипсы готовы, будем их доставать. свернем вот так вот. И аккуратно высыпем на тарелку. Вот такие вот чипсы-сухарики из клубники. у нас получились довольно вкусные, слушайте. Хорошо получилось. Клубника это вещь. Клубнику промыть, нарезать на слайсы. Противень застелить пергаментной бумагой и выложить сверху клубничные слайсы в один слой на небольшом расстоянии друг от друга. Поставить клубнику сушиться в предварительно разогретую духовку на 3-4 часа при температуре до 100 градусов по Цельсию. Достать клубничные чипсы из духовки, дать остыть. Подавать клубничные чипсы с сахарной пудрой. Я вам советую надолго не откладывать ни вареники, ни чипсы. Сезон клубники довольно короткий. С вами была Сладкая Жизнь и Кирилл Готовцев. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok